всем добрый день сегодня начнем наш обзор с кухни метод сегодня май 21 год мы находимся в икее в теплом стане в общем кухня мне совершенно не понравилась по следующим причинам первое она совершенно не бюджетная 145 тысяч 400 ну как-то прям мне кажется дороговато именно для дизайна такой кухни и во-вторых все пальцы остаются на этих фасадах в общем эти фасады вы будете просто намывать каждый день я не представляю зачем вообще нужна такая кухня со хотя сами вот доводчики очень хорошие вот есть подкладочка для ящичка в кухне то есть именно комплектация ну к ней вообще нет вопросов но фасады совсем не очень ручки смотрятся просто прекрасно вот на ручках ничего не остается все очень хорошо открывается закрывается сборщики на высоте все вровень очень мне понравилась такая крутящаяся полка мне кажется для угла именно это наверное идеальная обыгранная ситуация поэтому ну какие-то моменты я бы конечно взяла на куб для своей кухни до для дизайна но именно фасады это точно нет в кухне представлено все и посудомойка и полочки ящички выдвижные но к сожалению вот не очень также на это кухне можно найти много аксессуаров всякие для дозатора для мыла и но все равно как-то в общем то это не то зачем я сюда пришла посмотрим дальше очень красивый такой бокал голубой вот прекрасная за 60 тысяч рублей вытяжка за 60 тысяч рублей она конечно смотрится великолепно она такая профессиональная но даже не знаю тут нужно иметь высокие очень потолки вот кухня метод белая это уже классика мне кажется она уже представлена очень давно мне понравились вот эти светильники за полторы тысячи рублей честно говоря никогда не видела чтобы так обыгрывали подсветку 100 кухня стоит сто пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей вытяжка белая все в общем поддерживает такую классическую тематику также представлен смеситель за шесть тысяч такие кстати продаются в леруа мерлен тысячи за три в общем намного дешевле но сама кухня мне понравилась она как раз таки не оставляет отпечатков она подходит мне кажется к любому интерьеру поэтому если вам она нравится то смело берите приезжайте считайте но опять же кухня не дешевая вот такое классное кресло рядом стоит не могла не задержаться посмотреть вот 14 тысяч такая консоль в принципе качество на самом деле очень средненькая покраски но выглядит она конечно замечательно также посмотрела вот так обыграна подсветка с двумя такими золотыми рамками честно говоря вот нигде не видела такой идеи очень понравилось совсем недорогие светильники 1300 рублей в общем приклинитесь может быть для вашего ремонта как раз именно так такие вот дизайнерские приколы да вот как в икее делают они вам очень подойдут от моя любимая картина с оленями ладно пойдем дальше снимать кухню а то я совсем уже отвлеклась так а тут представлена просто супер новинка кухня за 36 тысяч рублей слушайте но за эти деньги кухня просто великолепно я сняла чуть поближе что в нее входит в эти 36 тысяч но в реальности фасады для этих цен вообще замечательно на них ничего не остается то есть это гораздо лучше чем вот та кухня с голубыми фасадами конечно тут нет доводчиков она будет вам хлопать очень сильно но я думаю что доводчики можно поставить в принципе почему бы нет просто это конечно сделает кухню подороже но тем не менее это вообще не кажется очень удобно очень удобно очень удобно очень удобно очень удобно если вы планируете делать ремонт супер бюджетный у вас какая-то там бабушкина кухня но 36 тысяч это мне кажется вообще не деньги ну конечно там еще плюс 7 тысяч на сборку наверное еще какие-то аксессуары конечно вся кухня не выйдет вам в 36 тысяч да это будет дороже но тем не менее это вообще не кажется очень меняемые деньги и вот холодильник 30 тысяч рублей смотрится кстати очень чего достаточно вместительный я прям честно говоря в восторге от от холодильника мне кажется 30 рублей 30 тысяч вообще очень 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 бюджетно вот стаканчики очень ничего за 70 рублей каждый стакан плитка конечно с красной затиркой немножко отвлекает но перейдем дальше вот такая кухня практически черная смотрится на видео но на самом деле она темно-коричневая она стоит 80 1300 рублей на самом деле кухня конечно может и смотрится зачетной но вот какие-то фасады какое-то дерево мне из 90-х напоминает и ручки ручки мне очень нравятся но вот эти ручки представляете если вы грязными руками возьметесь будет не очень так перейдем к кухне метод вот такой шкаф за 173 тысячи для посуды до сервант он называется или горка общем все это очень неплохо смотрится вот эта профессиональная вытяжка кухня на самом деле очень неплохая но она уже как-то вот поднадоела то есть этой серой кухне уже сто лет в обед и мне кажется уже она у всех есть поэтому я посмотрела что-то другое но сам сервант сама идея серванта мне очень понравилось смотрится очень классно но опять же если вы покупаете такой серван вам очень нужно потратиться на посуду чтобы она там красиво смотрелось ну и с другой стороны видите высота очень небольшая так что будьте осторожны так следующая кухня тоже у нас супер бюджетного сегмента 27000 рублей но на самом деле это уже больше глянцевая кухня как вы видите без доводчиков ручки какой-то полный отстой мне совершенно не нравится неудобно единственное что понравилось это конечно столешница смотрится ничего вот в белом варианте еще такая кухня так и в моем воду зеленом любимом варианте посмотрим восемьдесят пять тысяч восемьдесят шесть тысяч стоит такая кухня слушайте но цвет бомбический рядом стулья но новинка серый но смотрится просто ужасно они во-первых тяжеленные ты их не поднимешь стоит пять тысяч и они все уже такие потертые какие-то но не очень мне понравилась картина которая над столом смотрится ну кстати вот очень интересно я не видела раньше чтобы так делали но вот кухня все в кухне хорошо в принципе если вас устраивает до ценовая категория то почему бы нет не очень то она и дорогая до кухня ниша но опять же вот эти фасады видите вот на видео они уже грязные а что будет у вас дома когда вы будете готовить но это как бы большой большой вопрос столешница кота странного цвета очень красивый смеситель но как-то вот сама сами фасады из-за того что они такие марки как-то не очень хорошо хотя мне кажется если сделать вот такие книжные полки ну может действительно они для этого существует сто двадцать восемь тысяч за такую кухню вы заплатите ну нет особенно какая-то столешница не очень хотя доводчики фурнитура ну очень приличная красивый фартук кабанчиком ну все вроде все хорошо так новая кухня под дерево очень недорогая 45 тысяч рублей слушайте замечательные сделали в икеи фартук для нее такой такая красивая плитка в общем то напоминает не знаю испанскую или или португальскую на самом деле неплохая 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 неплохие фасады но вот мне просто я не очень люблю под дерево кухни как-то не знаю может если для дачи для дачи наверное смотрится неплохо очень красивый шкаф но опять же вот когда ты идешь по икеи нужно помнить что это очень высокие потолки нужны новые фасады ромбиком слушайте но на самом деле все достаточно очень интересно сто семь тысяч стоит такая кухня это прям новинка новинка на самом деле хорошие доводчики фурнитура неплохая вот стулья высокие сделаны если вам нравится кухни под дерево то почему бы нет ни марки и фасады все очень чисто на самом деле также представлена 60 тысяч духовка ну мне кажется не дешевая дороговато все хорошо открывается закрывается снизу такой небольшая морозилка представлена с той стороны тоже она представлена как буфет и морозилка вот так выглядит кухня в принципе ну неплохо все подобрано конечно достаточно большой комод слева так огромнейшая кухня представлена в икея глянцевая кухня ниша просто я не знаю там для какого-то ресторана только такой маленький шкаф стоит 38 с половиной тысяч все открывается нажатием ну очень неплохо очень мне нравится конечно цветы просто суперский отличная фурнитура она вот как-то зеленая кухня только да в глянце на свете стоит 255 тысяч рублей что будет не дешево но тем не менее очень очень смотрится прям дорого-богато также деревянные фасады даже мне они тут нравятся хотя дерево не очень люблю отличная раковина под под столешницу честно говоря у меня вот как раз дома абсолютно такая же система когда раковина идет под столешницу это самая удобная система потому что тебе очень легко смахнуть любую грязь в раковину а не нужно там что-то вычищать фасады не марки фасады очень такие но смотрится замечательно такой бежевый цвет как его лучше описать везде стоят доводчики все очень красиво стоит замечательная столешница очень круто смотрится дерево с таким бежевым фасадом все такое сделано в японском стиле все ожидают суши в общем мне единственное что наверное не понравилось это красный фартук так перейдем следующем кухне уже скоро буду заканчивать свой обзор это кухни за 83 тысячи рублей смотрите какая небольшая кухня и как дорого она стоит ну для глянец в принципе фасада неплохие не оставляют каких-то пятен до от рук то есть все очень легко открывается все у нас доводчиками единственное что конечно очень странная столешница как обычно я не знаю как а вот видите кто-то не не довел и она уже косо закрылась в общем единственное что конечно ну не знаю высоковато они так так перейдем наверное уже следующий кухни опять у нас под дерево в общем стоит эта кухня сто восемь тысяч рублей я честно говоря не знаю почему сейчас дерево так популярно столько в икея огромных вариантов вот какая-то новая новая мойка вообще кухня смотрится достаточно неплохо она конечно не очень большая за такие деньги ну нормально вот сняла немного фасадов как раз таки в ромбике вот новые есть атаки как обычное дерево как будто они не покрашены ничего но мне кажется на дачу самое оно 3400 стоит такой фасад в общем почему бы нет смотрится прекрасно может быть как раз загородный дом подойдет ну все всем спасибо